В Екатеринбурге на улице машинистов под номером строения 1А, что в Заречном микрорайоне, официально и немного торжественно, без перерезания красных лент, но с участием высокопоставленного начальства, в том числе и из стольно-престольной Москвы, открылась Академия волейбола имени заслуженного, чтоб не сказать великого тренера России Николая Васильевича Карполя. И Академия волейбола стала первенцем среди спортивных объектов, возводимых в Екатеринбурге к 32-й летней универсиаде 2023 года. В церемонии академического открытия участвовали сам заслуженный тренер России, герой труда Николай Васильевич Карполь и официальные лица. Свердловский губернатор Евгений Куйвышев, имеющий непосредственное отношение к строительству волейбольной академии. Екатеринбургский мэр Алексей Орлов, который, как выяснилось, является еще и председателем наблюдательного совета нашего родного волейбольного мега-клуба «Уралочка», 25-кратного чемпиона страны. А также дорогой московский гость, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. В новеньком спортзале на 410 зрителей на открытии собрались 15 олимпийских чемпионок, которые в разные годы играли в «Уралочке» под руководством Николая Карполя. А также представители спортивной общественности Стольного Града Екатерины. Не в обиду высоким руководителям, сегодня мы первым слово предоставим Николаю Васильевичу Карполю, именем которого при жизни назвали целую академию. Великий тренер, настоящий герой труда. В 2013 году новый губернатор Евгений Владимирович Куйвышев на одной из встреч с тогда президентом Федерации волейбола России Николаем Патрушевым сказал, что мы найдем новое место и сделаем. Я сегодня вместе с вами разделяю большую радость, долгожданное событие открытия академии волейбола имени Николая Васильевича Карполя. Это знаковое событие не только для Екатеринбурга, это знаковое событие для всего региона и всей страны. И это, как мне кажется, отличный подарок к 55-летию волейбольного клуба «Уралочка». Я не сомневаюсь, что выпускники этой академии обязательно будут защищать честь родного клуба, на международных площадках будут защищать честь нашей страны. И, безусловно, это придаст дополнительный импульс к развитию этого популярного вида спорта. Совершенно точно знаю, что совсем скоро уже эта площадка будет принимать всемирные студенческие игры. Здесь будут тренироваться гости универсиады 2023 года. И здесь будут проходить как тренировочные, так и соревновательные матчи. Поздравляю, желаю всего самого-самого наилучшего. Ну и, конечно же, вот сейчас мы только что общались с Николаем Васильевичем. Я спросил Николая Васильевича, дождались наконец. И для меня сегодня большая честь и радость разделить эту радость вместе с вами. Поздравляю всех, желаю всего самого наилучшего. Спасибо, Евгений Владимирович. Это первый объект вот такого рода. И, конечно же, этим нельзя не гордиться. Волейбол является одним из самых любимых видов спорта для жителей Екатеринбурга. И воспитанники детско-юношеских спортивных школ достигают больших выставок. Для меня большая радость и большая честь от имени руководства Всероссийской Федерации волейбола, от имени председателя наблюдательного совета Николая Патроновича Патрушева поздравить всех с таким значимым событием. Ну, наличие такого сооружения, самого современного, с таким именем, в таком центре развития волейбола, как Екатеринбург, конечно, трудно переоценить и для спорта, и для нашего российского волейбола. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Спасибо, Николай Васильевич. Если от торжественных спичей перейти к ТТХ новой академии волейбола, то первый камень в ее основании был заложен 1 августа 2019 года. И сделали это тогда Николай Карполь, Евгений Куйвышев и, примкнувший к ним, российский сенатор, первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. И вот спустя 21 месяц, будьте любезны, академия волейбола имени Карполя открыта. Нам повезло, что губернатор наш поручил это все сделать Юрию Григорьевичу. Юрий Григорьевич, спасибо вам большое за работу, за то, что вы сделали и по строительству Дивса, и здесь. Мы двинулись вперед. Конечно, были сложности со всеми, но наше руководство, наше правительство постаралось найти и средства. Территориальная академия дислоцируется в Заречном микрорайоне на площади 9000 квадратов в границах улиц Машинистов, Готвальда и Одинарка. В инфраструктуру современного девятиэтажного комплекса входят собственно спортивно-тренировочный блок, блок, светоблок, со спортзалом и трибунами, как уже говорилось, на 410 посадочных мест, тренажерный зал с железом и 20-ю биговыми дорожками, общежитие на 70 человек, а напомню, это академия волейбола. Молодые девчата, будущие уралочки тут и обучаются, и живут. Плюс столовка, образовательный корпус, медико-реабилитационное отделение с кабинетами врача, физиотерапии, массажа, да, куда без него в волейболе, ну и далее по списку. В общем, полнейший фарш. Тут необходимо заметить, что дорогостоящий и долгожданный академический проект был реализован в рамках национального проекта «Демография» и при участии фонда губернаторских программ. Я уполномочен вручить благодарность Российской Федерации волейбола и вашему Евгению Владимировичу за реализацию проекта Академии волейбола Николая Васильевича Карполя и за большой вклад в развитие волейбола в России. Председатель наблюдательного совета Российской Федерации волейбола Николай Платон Шпатруш. Вы наверняка не знаете все возможности этого места. Ну, здесь менее чем в 300 метрах находится стадион Свердловского железнодорожного университета, где мы можем заниматься легкой атлетикой, играть в футбол. В общем, это дает большие возможности для работы. Кто-то из молодежи спросит, а кто такой вообще Николай Васильевич Карполь, что в честь него назвали прям целую Академию волейбола в городе, который по праву считается, ну, точно уж одной из волейбольных столиц России, а то и всего мира. Николай Карполь является самым известным, успешным и титулованным тренером в истории отечественного волейбола. Он тренировал национальные сборные СССР, СНГ и России с 1978 по 2004 годы с небольшим пятилетним перерывом в 80-х. Два раза Карполь со сборной брали золото Олимпиад в 80-м в Москве и 88-м в Сеуле. И три раза завоевывал Олимпийское серебро в 92-м, 2000-м и 2004-м годах. Свердловскую, а теперь уж 30 лет как Екатеринбургскую Уралочку, Николай Карполь тренирует с 1969 года. И под его началом команда 9 раз выигрывала Кубок Европейских чемпионов и 25 раз становилась чемпионом страны. Николай Васильевич как тренер подготовил 16 олимпийских чемпионок и более полусотни мастеров спорта международного класса. И никого ни разу не удивило, что в 2018 году президент России Владимир Путин лично своими голыми руками вручил Николаю Карполью золотую звезду героя труда. Ну и на посошок от пафоса великого прошлого хотелось бы вернуться в настоящее, а с учетом академичности описываемого события и шагнуть в будущее, ибо девчата, которые уже сейчас учатся в академии волейбола, это наше будущее, то есть академия будет реально ковать будущие победы. И в день ее открытия давайте посмотрим первый, исторический розыгрыш мяча после официального открытия новой волейбольной академии в исполнении молодых уралочек. Зеленые против красных. Как говорил Юрий Алексеевич, поехали. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok